Привет! Ты на канале Airsoft Rus и это первый выпуск новостей в новом году, а все старые выпуски теперь прошлогодние. Начнем мы по классике с новостей от зарубежных производителей. Мастерская GKTG Custom выпустила новый ГВБ-пистолет под названием Rainbow Hyper Tornado на базе High Kappa от Tokyo Marui. Пистолет создан для точной и быстрой стрельбы, ну и для того, чтобы выделиться на фоне обычных пистолетов своим блестящим видом. Здесь у нас алюминиевый кожух затвора LA Kappa Hyper Tornado Lightweight TNC. Такое ощущение, что с каждым годом производители им просто хочется побольше слов и букв записать. И это все, это название. Я просто читаю и я не могу осмыслить, зачем столько слов, почему не назвать типа Barrel 1. Понятно и просто. У меня буквально каждый раз при рассказе тебе новостей взрывается мозг от этих названий. Напиши в комменты, если тебе тоже непонятно, зачем они такие нужны. Но продолжим. Дальше в пистолете есть алюминиевая рама Airsoft Masterpiece 3.9. Газовая камера Edge High Flow. В камерах у папы NextSpeed TDC с резинкой 60 градусов. Внутренний стволик Unicorn 113-603 мм. Magwell LA Kappa V2 Defender. Модель, конечно, выглядит интересно, но это все еще хайкапа. Если ты любишь хайкапу, возможно, для тебя крутой анонс. Как по мне, хайкапа она и в Африке хайкапа. Главное, чтобы работала хорошо. Движемся дальше. И здесь у нас необычный страйкбольный дробовик от компании Flintlock Custom Workshop и он был замечен в азиатских магазинах. Новинка называется FCW Shot Shell Launcher и представляет собой очень компактный однозарядный обрез под газовые шеллы, который выстреливает разом несколько шаров. Рама и элементы фурнитуры пластиковые, ствол изготовлен из металла. Для стрельбы используются 20-мм картриджи, заправляемые грин газом. Как по мне, данный дробовик будет полезен тем игрокам, которые любят прорываться в тыл к противнику и наводить там суету, потому что его легко спрятать и также легко использовать. С другой же стороны, он может быть полезен и на ролевках, где его антуражный внешний вид будет очень кстати. А вот огневая мощь у него, как ты понимаешь, небольшая, потому что Shell постоянно нужно будет менять. Следующая новость касается SRC и старт продаж их линейки GBB G36. Корпуса сделаны из прочного нейлона, что в принципе логично для этой линейки, а внешние стволы и магазины из металла. И да, магазины тут из металла, потому что это резервуар для газа, а пластик с этим плохо справится. С другой же стороны, это не совсем канонично и можно было металлический резервуар поставить в пластиковый корпус. Не знаю, насколько это реально, я как бы гуманитарий и в этом не шарю, но как по мне, вот именно для соблюдения антуража это было бы более правильным решением. Всего в линейку входит 6 моделей, от компактных до целого пулемета. Также, магазины для данных моделей будут выпускаться под GreenGas и под CO2. Это очень правильное решение, потому что при низкой температуре ты сможешь продолжить играть со своим приводом, а старт продаж, кстати, планируется уже в этом месяце. Кстати, про этот месяц. Новый год у владельцев AK74 начинается с очень классной новинки от A-Stage. Если, конечно, тебе нравятся трассерные насадки, потому что компания опубликовала на своем сайте фото трассерной насадки Blaster AK. Внешне новинка копирует штатный ДТК, АК-74. Функционал идентичен трассерной насадке Blaster, а именно 4 режима работы, снайперский режим, степень защиты IP64, резьба М14-, поддержка скорострельности до 30 выстрелов в секунду и зарядный порт Type-C. Тем временем, Guns Modify готовит к выпуску ГББР ХК-416А5 на газовой системе MWS от Tokyo Marui. Внешний ствол и буферная труба изготовлены из алюминия, верхний и нижний ресивер литые из алюминия. Блок УСМ из цинкового сплава с остальными деталями. Сам УСМ регулируемый. Вот, кстати говоря, блок УСМ из цинкового сплава. Если уж делаете премиум линейку, делайте все из фрезерованного алюминия. Цинковый сплав это ни разу не надежная штука. Здесь речь, скорее всего, идет про стилумин или его производный. И если уж говорить по-серьезски, то это не то, что может выдерживать большие нагрузки. С одной стороны, блок УСМ это не такая важная деталь, которая не испытывает этих самых нагрузок. А с другой стороны, мне бы было спокойнее, если бы я знал, что там просто фрезерованный алюминий. Ну, или сталюга полноценная. И я бы был даже готов за это заплатить, потому что понимал бы, что это на всю жизнь у меня. Если мы берем УСМ от огнестрельного оружия, то УСМ практически вечен, с ним ничего не произойдет. Будет какой-то наклеп, просто подстощил напильником и используешь дальше. Сама модель будет выпускаться в двух версиях. Это Full CNC Limited и Level 2. В черном и песочном цвете. Лимитированная от обычной версии отличается методом изготовления деталей и материалом. Как различается и каким материалом не указанным. Винтовки в черном цвете запланированы на этот месяц. В цвете там должны появиться в продаже в феврале. Видимо, с песочным какие-то проблемы. Зимой и правда, до песка тяжело добраться через снег, чтобы посмотреть, какой именно цвет нужен. Поэтому, видимо, какие-то затруднения есть в покраске. Лайлакс выпустила автоматический лоадер под названием Automatic Blaster BB Loader. Ну понимаешь, BB Loader для твоих любимых BB-болсов. Новинка представляет собой пластиковый квадратный контейнер на 1300 шаров с автоматическим механизмом зарядки. Ну правильно, теперь и лоадер у нас на батарейках. Ничего больше мы не делаем сами. Это, конечно, упрощает жизнь, но оставьте хоть что-то. У нас теперь пальчики будут слабые. Раньше у страйкболистов были сильные большие пальцы, они лоадером работали. А теперь даже это делать не надо. Для зарядки механы необходимо просто совместить горловину шахты магазина с соплом на контейнере и нажать вниз. В комплекте идут 4 насадки под разные типа АЕК и ГББ магазинов. И вот это, кстати, очень круто. Потому что, допустим, маруевские газовые магазины нельзя зарядить обычным стандартным цимовским лоадером. И возникают некоторые проблемы, если разных лоадеров нет, а пушку ты меняешь, оставил старый лоадер. За это отдельное спасибо. Angry Gun анонсировала новый глушитель QDC MCQ PRT Cuts. Что я там говорил про название? Им просто нравится. Им просто нравится надо мной издеваться. С глушителем идет стальной пламегаситель и съемный кожух Cuts Suprester Shroud. Корпус глушителей кожуха из алюминиевого сплава 6061T6. Модели будут выпускаться в черном и песочном цвете. Хорошо бы еще, если бы производитель давал информацию о совместимости трассерных блоков и глушителей, потому что это сейчас реально актуально. Тем временем, ВЕ начинают обновлять свои ГББР продукты. Первыми изменения получат винтовки и карабины AR. Это М4, М16, ХК 416, которая хоть и не совсем AR, но все-таки похожа, R5 и T91. А теперь, что конкретно будет обновлено? У Сэма затвор, а также запирающие детали затвора, чтобы достичь более стабильной работы и ресурса, курки со спусковыми крючками, ударники, нозлы. Водики будут также обновлены с новой геометрией под новые детали, так что совместимость у них, в общем-то, пропадет со старыми моделями. И еще газовые CO2 магазины тоже не будут совместимы со старыми моделями, так что будьте с этим внимательны и аккуратны. А еще производитель в дальнейшем планирует обновить и другие свои изделия газовые, соответственно, вполне возможно, что скоро мы увидим новые итерации в Е, которые вообще не будут совместимы со старыми. С одной стороны, это неплохо, потому что мы получим более современную версию, она будет лучше работать, будет лучше во всем. А с другой стороны, если у вас есть какие-то старые запчасти, старые модели, то с их ремонтом придется туго. Арктурус планирует выпустить во втором квартале 2024 года новую линейку приводов с новой системой под названием FE-ETU. Как пишет сам производитель, это будет система с выдающимся набором функций, доступных и значимых для большинства игроков. Слова, конечно, громкие и... Слова, конечно, громкие, но что это значит для нас, реальных игроков? А значит, это регулируемую точку срабатывания спускового крючка, активное торможение, предварительный взвод, программируемые режимы стрельбы. Не знаю, как для тебя, а для меня, как для игрока, это вообще не нужные функции. Но могу ошибаться, пиши в комменты, насколько для тебя это актуально. Первыми моделями с такой системой будут AK-12 и AK-12K. Так что теперь AK-12 Арктуруса есть в обычной версии, версия ME, версия PE и будет вторая версия FE. Тут, на самом деле, уже каждый может выбрать себе AK-12 под свои характеристики и функции. Лично мой выбор, как ты понимаешь, самая простая версия, без какой-то сложной электроники внутри. Также Арктурусы выпустят PPK-20, который уже будет похож на огнестрельный прототип и тоже будет с системой FE. Движемся дальше. XEN-C, который выпустили в продажу REX-MG7. Это глушитель. Его корпус сделан из алюминия на ЧПУ-станке. Покрытие анодирование в медном цвете. Глушитель можно установить на резьбу M14- или на ДТК Cherry Bomb от тех же CNC. А из приятного внутрь можно установить трассерный блок. Компания Ace One Arms выпустила M-Log-цевья для Сайги от Tokyo Marui. Признавайтесь, бандиты, среди нас вообще есть владельцы Сайги от Tokyo Marui? Штука-то интересная, самому посмотреть хочется. Корпус, разумеется, из алюминиевого сплава. На выбор есть две длины, 11,5 или 14,5. В комплекте поставляется внешний ствол и респланка на газовую трубку. Теперь к ЦИМе. Они выпустили весьма забавную новинку. Это камера хопапа со встроенной трассерной подсветкой. Камеры представляют собой стандартные модели, выполненные из алюминиевого сплава с встроенной платой подсветки шаров, которая питается от балансировочного разъема основного липоаккумулятора привода, либо от отдельного АКБ при необходимости. Пока что модельный ряд весьма маленький и включает вся камера либо для АК, либо для М4. Но это две самые ходовые версии приводов, поэтому все логично. А теперь перейдем к новостям от отечественных производителей. Год только начался, новостей не так много, однако все равно есть что обсудить. Heavy Barrel выпустили карабин Ки для Цима Глока под названием Цима Гепард. И у него даже есть огнестрельный прототип. Пистолет-пулемет Гепард, разработанный в 1995 году. Это реально такая сутулая собака, которая в серию не пошла, но сама по себе была достаточно интересной, потому что комплект поставки включал переделывание оружия под абсолютно разные калибры. И концепт был действительно забавный. Автомат Калашникова здесь был очень странно переделан, но все равно узнавался его силуэт. Для сборки модели, помимо напечатанных деталей самого Цима Глока, нужны еще пара гаек и несколько пружинок. Полный список есть в группе мастерской. Для установки внутренностей потребуется перепаять провода от мотора до контактной пластины. Видеоинструкция тоже есть в группе ВК. Сама модель уже есть на бусте мастерской, ссылка будет в описании. Вот наши мастерские производители зачастую понимают, что нужно конечному пользователю. Не еще одна хайкапа, не еще одно цевье для МВС от Tokyo Marui, а нормальные такие кринж-стволы, которые в страйкбольной варианте никто не выпускает. Так им показали первое видео с демонстрацией работы своего нового гранатомета М203 в игровых условиях. Дальность полета на видео впечатляющая, и также можно заметить, что гранатомет можно использовать на различных платформах, а не только на приводе. Ждем больше подробностей. И кстати, мне очень нравятся страйкбольные презентации. Дело в том, что когда тебе показывают, допустим, компьютерные игры, там всегда врут. Графику подкручивают, рендерят. Когда тебе показывают технику, там тоже одни рендеры, рендеры, рендеры. Когда показывают страйкбольное оборудование, что ты в видео увидел, так это на реальности и будет работать. Есть, конечно, некоторые исключения, но чаще всего все по правде. Вот в случае с тагом это как раз таки так и есть. Что таги показывают, то потом и выходят. И также надежно работает. И последнее по списку, но не по значению, новости нашего магазина Airsoft Rus. В ближайшее время к нам приедет поставка от Snow Wolf, где будут подствольные гранатометы GP25 и GP30. Данные модели предназначены для установки на привода AKM и AK-74 от CIMA. С другими производителями потребуется доработка, но установка все еще возможна. В комплекте с гранатометами идут старые добрые газовые гильзы. У GP25 гильзы на 50 шаров, у GP30 на 100 шаров. Присутствуют механические прицельные приспособления с возможностью регулировки. Есть флажок предохранителя и рабочий экстрактор для извлечения отстрелянной гильзы из канала ствола. Теперь ассортимент отечественных гранатометов в нашем магазине стал чуточку больше, что не может не радовать. И это были все новости на сегодня. Если еще не подписался, самое время это сделать. Ну и разумеется, прожать класс, если выпуск понравился. А на этом все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok